Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курохтенапа. 30 декабря 2022 года. Мы только вернулись с СВО, но не заканчиваем свою деятельность, а наоборот ее продолжаем. Сегодня мы приехали к Максиму и посмотрим с вами на первый вариант буханочки, которую мы смогли найти. Попросили у хозяев ее поднять на верх и глянуть, что там внизу, но можно было этого особо не делать. Сейчас все вам расскажу и покажу. Также я приехал поменять колодки на своей машине. Мне шахтеры из Кузбасса подогнали вариант с тем, чтобы я поменял передние колеса. Я уже заказал и колесики едут на машинку от души. Ребята, спасибо огромное. Я вас искренне благодарю. Ну а сейчас пойдемте посмотрим, что такое буханочки. Кстати, я вам рекомендую СТО Вектор. Находится в Анапской. Перелок Тихий, 24. Ребята работают от души. Ну и как вы видите, делают очень много для фронта СВО. Мои подписчики к ним уже приезжали и остались довольны. Это самое прекрасное. Вот эта машинка. Выглядит у нас, в принципе, так сказать, очень даже хорошо. И багажник, и передний свет. Ну что, берем? Не, не подходит. Надо другую искать. Почему? Что-то поинтереснее. Слишком много работы. Боюсь, что мы так слишком долго затянемся и не скоро поедем. Что такое слишком много работы? Спасибо. Максим, он просто не особо хочет говорить там что-то плохое. То есть, она уставшая очень. Там, видите, дырочки в кузове. То есть, она прогнившая снизу, к большому сожалению. Хотя, выглядит довольно-таки хорошо. Но там какие-то вмятины, это мелочи. Такой шикарный багажник сверху. Тоже, кстати, от кого-то переваренный, с какого-то навеса. Ну, все решается. Я смотрю, что багажники в основном все делают сами. Там, свет дополнительный. Даже резина здесь вполне себе неплохая. Да. Видите, сколько этих креплений, переходничков всяких разных. В общем, сильно долго копаться не будем. Не люблю машинки там чужие обстоятельства. Здесь, знаете, как на туалете крючок висит. И вот такая вот резинка натянута. В общем, это все было бы ничего. Самая большая проблема в этой машине – это двигатель. У него нет компрессии по маслу. То есть, он вообще абсолютно его не держит. Поездить куда-то на близкие расстояния будет несложно. На ней там доливайте масло и катайтесь. А вот, допустим, для наших нужд отогнать ее на фронт, чтобы ребята там потом где-нибудь встали в неурочное время. Нам это не подходит. Так, машинка красивая, классная. Для рыбалки была бы прям очень хорошая. Стоимость у нее 230. Просят. Мы отказываемся и возвращаем ее обратно владельцам. Дай бог, как говорится, чтобы нашелся хозяин, который сможет вытащить мотор, через дверь его достать, поставить, допустим, новый. Но это на самом деле прям большая такая работа и задача. Так, к вам хочу обратиться, ребятки. Если вдруг у вас где-то есть какие-то варианты, можете, кстати, нам помочь. Потому что в ближайших Краснодарском крае, в большом сожалению, нет вообще ничего. Может быть, где-то вы поблизости найдете, может, знаете, соседей, у которых есть такие машины, ищем. Именно буханку. Другие машины не предлагайте, пожалуйста. Будем вам благодарны за каждый вариант, который вы нам предложите. Такой звук. Вроде бы, да, более-менее ничего, но машин говорит, вот на холодную у нее прям еще есть давление, а когда прогреваются, давление пропадает. Все, поехала она обратно. Мой аппаратик заезжает на подъемничек. Будем менять колодочку. Ребят, работа здесь кипит. Машинки ремонтируют. Самое страшное для меня, это когда вот так вот двигатель снимается. Вот видите, есть как бы все вещи для того, чтобы лежок легко вытащить и работать с ним. На оригиналы денег не хватило. Вот взяли колодочки ТРВ. Что за колодочки хорошие, нет? Да. Получается, что это у нас американская фирма. Ну, зарегистрирована. Ну, неплохие. Даже навести с оригинала стоят. А такие навести ставят в российских машинах, как оригинальные. Интересно будет, на самом деле, сколько сейчас оригинальные стоят. Но вообще, стал столько денег нет. Вот они, остатки колодок, слушай. Но тут еще можно было ездить и ездить. Тут что такое? Вот постоянно Максим говорит, резина ему тут не нравится. Ну, подумаешь, чуть протектора мало стало. Нормально можно было еще ездить и ездить. Вот вам разница. Видите, вот это протектор. И вот протектор на задних. То есть на задних прям хорошие колеса новые. А вот здесь чуть-чуть уже подуставшие. А вот это вот вчера, говорит, Максим, приехал чувачок. Здесь тоже, видите, катались. Ну, все так, короче, катаются. Да, пока не засверкает. А потом диск пошкрабили. А потом колодки снашиваются быстрее, не покапали. Смотрите, ну, уже даже колодочки выработали диск. Ну, показываем, как он выглядит. О, совсем чуть-чуть. Вот так вот. Не надо доезжать до металла. Оригинальная. Ну, да. Фирма АТЕ стояла. В оригинале одеться. Вот так вот. Ну, мы поставим не хуже. Ну, дай бог. Разжимаем колодочки. Разница, что такое новое. Сравни, чтобы старое было видно. Вот так вот. Да, лучше до металла не доезжать. Я с тобой полностью согласен. Потому что диски выйдут потом еще дороже. И накидываем. Долго ли умеючи. Пока колодка не ляжет в профиль новая, будет эффект, как будто тормоза находятся в воде. Тормозить надо зора. И станцию все будет отбудет больше. А когда колодочка уже сядет в профиль, выработанную диску, тогда уже эффективнее тормозок будет больше. То есть, чуть-чуть надо будет потормозить, более аккуратно. Кулка сама-то везде. Лучше почистить это или нет? Первое колесико у нас готово полностью. Колодки заменены. И мы идем ко второму колесу. Здесь, смотри, мы уже его открыть. Смотрим, что у нас с этой стороны. Ну, такая же ситуация. Лучше, чем с той стороны. Буквально. Почему-то. Ну, правая сторона, наоборот, должна быть как-то больше из нас. Ну, вот видите, я всегда на левой стороне тормозил. Ребята, вот они и вторые колодочки зашли на место. Максим вот подтягивает. Постоянно болезнь, вот летает клипс. Вот, видите, здесь нету, здесь вот нету. Прям печалька. Мы прошлый раз заказывали с Максимом, почти их поставили на место. И сейчас вот опять две штучки не хватает. Проверим, может быть, еще остались в наличии. Так вот, ребятки, одна, вторая клипса. На места стали, колодочки там же. Сейчас Максим пошел звонить по еще одной буханочке. Но она будет прям издалека к нам ехать. Просто ребята уже подкинули вариант даже еще перед выходом видео. Так что вдруг нам повезет. И мы найдем что-нибудь такое более-менее свеженькое, хорошенькое. Вот нам бы подтип той, которую мы вот сейчас в прошлое отгоняли в Токмак. Там больше времени на нее подготовить. Вообще прям идеально, чтобы пацанов с ней проблем не было. И Глоба просто супер шикарный вариант. Она их ушла прям немного. И проблем даже по пути с ней особо не было. Там Максим сделал там многое. Надеюсь, что нам будет служить вера и правда ребятам на передовой. Сектор приз на барабане, помнишь, я тебе обещал. А, подарок. Сейчас подарок будет. Да. О, спасибо. С наступающим Новым годом. Твою семью, чтобы у тебя все планы осуществились. Погай, просто на свет куда-нибудь. Да, моя интерна такая, прикольная. Короче, очень сладкий. Классная цена. Спасибо, Глоба. Это тебе огромное спасибо. От души просто благодарю. Пойдем узнаем, что почем с колодками. Ну, вот отзыв потом дашь. Он должен быть слабо-слабо алкогольный и очень-очень сладкий. Можно подержать с водой. Можно первого числа, я дам отзыв. Да без проблем, мы не спешим. Время есть. Приговор, ребята. То есть оригинал бы стоил на меня 8 тысяч рублей. Мы взяли за 3200 и 2 клипса по 40 раз. Хорошо, что они теперь есть в наличии. Адрес, номер телефона, ребят. Обращайтесь, советую. В общем, один важный день сегодня сделан. Максиму еще раз спасибо. И мы отправляемся с вами дальше. Сгоняем на море. Посмотрим, как там. Давно не был вместе с вами, по крайней мере. Вчера я заходил. Было там очень даже хорошо. Мы, ребята, в центре Анапы. Киськи тут сидят. Работает Бургер Кинки. Отлично. И люди, в принципе, прогуливаются. Тепло. Плюс 11 градусов. Появляется ветер. Видите, какие быстрые котики. И дают даже себя погладить. Приходит ветер. Это большое счастье. Потому что сейчас руки в ноги. И погоним на море. Работают торговые павильоны. Продают одежду разнообразную. Для наших отдыхающих. Кто приехал, не угадал с погодой. Будет самое то. Ну, и местное же огромное количество разнообразных сувениров. Которые люди с удовольствием разбирают. Но мы пойдем на главную площадь морскую. На всем Черноморском побережье. Где самый крутой происходит Новый год. Так вот все чистенько, убрано. Красиво люди гуляют. Для тех, кто собирался поехать в Крым на эти праздники. Я хочу огорчить вас. Сейчас пропускают все даже легковые через сканеры. Там жуткие пробки. Чтобы вы понимали, даже в Аине может проехать на мигалках. Плюс усиление ветра. Паром закрыт. Так что, ребята, приезжайте в Анапу. У нас тоже будет здесь мангал. Почему-то закрыт. Хотя он работал раньше. Ну, и в принципе кафешечки, которые здесь рядышком тоже прикрылись. Видать, спрос упал. Улица Набережная в Анапе. Ну, и выход на саму набережную ночью. Здесь невероятно красиво. Грег-стрит, думаю, будет работать. Не работает. Видать, спрос небольшой. Ну, и мы пришли на центральный пляж Анапы. Слушайте, надпись вообще клевая. Я честно скажу, так вот, знаете, классно смотрится. Мы врываемся, посмотрим, что здесь интересно проходит. Самое главное, работает полиция у нас. Вот эта надпись с переносами самая, говоря, конфликтная у людей. Работает также, ребята, кафешечка на пляже. Ну, и давайте посмотрим, что тут в итоге понаделали. Такая вот надпись. Прямо пойдешь на лонзону попадешь. Налево пойдешь в гости к песковикам. Дальше пройдешь на песковику придешь. И направо пойдешь, с колску попадешь. Постепенно начинает работать арт-меню. Первая точка запускается. Так понятно, что люди сюда ближе к вечеру подтягиваются. Слушайте, все так тепло одеты. И такой я, короче, иду. Просто кофточка сверху, майка. Блин, что-то я порчу про все равно угодно. Тан-тан-тан-тан. Какую песню я пришел, ребята. И наши знакомьтесь. Песковик первый, песковик второй. Самое главное, берегите. Елочка из песка. Слушайте, это прям все уже наше классное и прекрасное. И вот такие вот надписи с зайчиками. А также елочка. Шикарно вообще, ребят. Знаменитая наша надпись. Море, обкаканное чайками. Это прям прикольно. Словодельно. Вот они начали место, где гадить. Но все равно. Вы представьте, сколько там его в море от них. Красота. Такой фронт висит над нами. Самое главное, прям реально тепло, ребят. Сейчас бы купаться. Пошел, я сегодня пойду. Сейчас на кайте пойду кататься. Най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най-най. Пейте и танцуйте, ребят. Несмотря ни на что. Пейте, пойте, господи, не пейте. Это уже оговорка по Фрейду. Что говорит сам. Здесь стоят у нас лавочки. Можно на которых покататься. Здесь лабиринт световой. Но он сейчас, видите, пока не так смотрится красиво, как если бы это было у нас непосредственно в ночное время. Я думаю, надо вечернюю прогулочку, стримчик нам устроить, пройтись с вами посмотреть, что тут подготовлено. Тем более осталось там полутора суток до Нового года. И уже буквально завтра вечером можно ворваться. В общем, это сказка. 12 месяцев, никакой не Дом-2. Меня прям просили уточнить. Ладно, окей. Ну, так было же прикольно. Просто люди думали, ничего себе, в Анапу переехали. Вот они, качелечки наши здесь. Ёлочек понаставляли. Слушайте, ну, очень классно. А представьте, если бы ёлки эти были все живые, здесь росли. Как бы это было бы вообще сюрреалистично. Вот эта ёлочка из веточек морских. То есть такой дрифт-вуд. Использованные качельки с подсветками. Здесь, кстати, на все вот эти вот моменты стоят подсветочки. Их главное не задавить. Также у нас, смотрите, бар. Есть песковик. Сейчас посмотрим, что там есть интересного. Блин. Откуда шашлука запах додосится. Я вроде бы есть не хотел. С утра покушал. Маме спасибо за вкуснейший борщик. И тут все равно как бы хочется чего-то поесть. Чай, какао, сладости, песковые радости. Здравствуйте. Вот такая вот разнообразная красотища здесь есть. Можно посмотреть, что ребята предлагают. Напитки, свежие фрукты. Поесть вот такие вещи. То есть, если вы придете, в этом году даже продумали логистику. У них мишка есть. И разнообразные блюда. То есть, хочу еще отметить, что очень чисто, очень красиво. Есть лавочки, там туалеты. И вот самое главное, зимой в Анапе. Зимой, не зимой. Она пождет тебя, мой друг. В конце нашего видеосюжета, ребята, добавить всех с наступающим Новым Годом. Всем счастья, здоровья, долгих лет жизни. Спасибо каждому, кто поддерживает наших солдат. Поверьте, для нас сейчас это самое важное, что должно происходить вообще. Потому что без поддержки наших солдат не будет у нас никаких светлых будущих моментов в нашей жизни. Поэтому думайте об этом. Приезжайте в Анапу, отдыхайте. И не забывайте про наших ребят. Я честно, вот в этом году, ну знаете, вот мне там все спрашивают, а что ты там куда-то там положил? Когда я же говорю, об этом слезы текут. Конкретно там для солдат отправил. Мне не надо там мериться с кем-то там возможностями. Я вот в этом году решил себе, не буду накрывать там дома стол. Там делать там все там по максимуму, красиво, классно и прекрасно. Просто эти средства были уже потрачены на наших ребят. Поэтому от души благодарен тому, кто действует так же, как и я. Тем, кто просто не имея возможности передать лично, поддерживает нас финансами. Те, кто ездит туда и возит так же, как и мы, ребятам. Вас тоже очень много. Всех, ребят, с наступающим 2023 годом. И я погнал дальше. Делать, если честно, на самом деле целую кучу. Я вчера был счастлив побывать в ДК поселка Витязева. Блин, я вот честно не могу. Вот, например, как сентиментальный немножечко стал. Просто когда ты побываешь под прилетами, прямо вот они рядышком с тобой все это происходит, разрывается. Понимаешь, как тяжело действительно нашим ребятам. Ветер усиливается, пора отсюда бежать и брать снарягу. И ехать на кайте катать. Все плоды резко погодились. Ветер пришел. Я думал, сегодня будет отбой. Но нет, это очень хорошо. В общем, еще раз всех с наступающим. И пускай он будет уже мирным годом. Скорей всего, завершение всех конфликтов. Я в голове понимаю, что это просто мечты. И все это будет еще продолжаться не один год. Поэтому крепость духа и воля нашим бойцам. Увидимся, ребята. Я вот честно, не знаю, прям хочется кое-что сказать, но не могу. И поэтому я вас всех очень сильно люблю. От души. Эти вот мангал-хаус открываются. То есть я был прав, здесь поле после обеда все открывается. Потому что с утра люди все по домам сидят. Никто не хочет сказать, здравствуйте. От души. Это прям приятно. Это наши люди. Благодаря таким мы живем. Вчера встретил Ирину. Ирине привет. Перед подъездом говорит Юрий, как вы там купили себе бронежилет? Блин, это так приятно вообще. Спасибо, что вы у меня есть от души.